Друзья, всем привет! На связи Айкидок. Уже практически прошла целая неделя после официального релиза iOS 16.3, в который купертиновцы добавили ряд новых функций и исправили проблемы и недоработки предыдущей прошивки. Многие в надежде избавиться от проблем iOS 16.2 сразу же установили iOS 16.3. Но, как выяснилось, и iOS 16.3 принесла новые проблемы, информацией которых сегодня хочу с вами поделиться. Да, кстати, заходите в телеграм-канал, там обсуждаем проблемы разных прошивок и методы их решения. Ссылка будет в описании под видео. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие проблемы имеет под капотом iOS 16.3. Прежде чем начать, буду благодарен, если подпишетесь на мой канал и нажмете на колокольчик. Если вы это сделали, тогда усаживаемся поудобнее и... поехали! После установки iOS 16.3, приложение Погода стал отображать недостоверные данные. Информация отличается от той, что выдает iPhone на версии 15.7.3 в той же самой точке. Во время дождя iOS 15.7.3 показывает дождь, а на iPhone с iOS 16.3 ясную погоду. Бывает, даже температуру показывают разную. Хотя физически устройство находится в одной и той же точке. iOS 16.3 быстро расходует заряд батареи, правда или нет? Что касается этой проблемы 16.3, то здесь мнения разделились и скажу так, что 50 на 50. Часть пользователей довольна автономностью iOS 16.3, а половина жалуется на быстрый жор заряда батареи. Судя по тестам, которые есть в интернете, автономность 16.3 действительно стала лучше iOS 16.2. Но не хуже это точно. Мой iPhone 16.3 также живет на несколько часов больше. А как автономность 16.3 на вашем iPhone? Дайте знать в комментариях. Друзья, обратите еще внимание на состояние аккумулятора после установки iOS 16.3. Не изменилась ли у вас емкость батареи? Почему я на этом останавливаюсь? Да потому, что после апдейта у некоторых емкость упала сразу на несколько процентов. После установки iOS 16.3 перестала работать функция касания задней панели. Этот баг легко устраняется путем перенастройки и повторного выбора действия при касании задней панели вашего iPhone. Некоторые пишут, что на iOS 16.3 появилась проблема с Apple TV. Приложение просто-напросто не запускается. Я у себя такой проблемы не заметил. Многие сообщают, что после установки iOS 16.3 начал вылетать не только Wi-Fi, но и периодически пропадает сотовая сеть. Хотя раньше уровень сети был нормальный. Пропадания кратковременные, восстанавливаются самостоятельно через определенное время. Сброс настроек сети не дает положительного результата. У многих с iOS 16.3 осталась проблема с датчиком приближения. Во время звонка, при сработанном датчике, когда iPhone находится возле уха, регулировать громкость не получается. Кнопки не реагируют. Если отвести от уха, тогда датчик приближения отключается. Вот тогда есть возможность отрегулировать громкость. Я у себя уже такой проблемы на iOS 16.3 не заметил. Если у вас осталась такая проблема, рекомендую сделать жесткую перезагрузку iPhone. Как это делается, смотрите, вот здесь будет ссылка. Появился баг iOS 16.3 на экране iPhone 13 линейки при открытии уведомлений свайпом вниз. Происходит подтормаживание анимации и поддергивание. Уведомление не успевает плавно показываться. Что еще удивило на iOS 16.3, так это то, что системные данные на iPhone значительно уменьшились после апдейта. У меня уменьшение составило около 500 мегабайт. А как у вас? Ребята, пожалуй, на этом все. Надеемся на добросовестность разработчиков и что в скором будущем Apple устранит проблемы iOS 16.3. Если вы увидели какую-нибудь другую проблему iOS 16.3, напишите в комментариях. Надеюсь, что это видео было полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok